и снова здравствуйте всем привет итак давайте добавим вот это значит shelby gt500 эти амортизаторы так заходим в object mode как пружину делать я пока не буду значит время тратить ролика просто в предыдущем ролике я уже не делал посмотрите ссылку оставлю в описании так этому пока аж английская строим так вот эти вот двери тоже пока нам не понадобится это английская аж как вот это тоже глаз не мозолила до control z h а теперь панель открываем скринка с кейшов увидели что я буду нажимать и что нужно сделать тройкам нам единицы нам пади давайте файл импорт я добавлю просто уже значит готовую эту пружину как пружина есть так надо по моему все вот это пока аж скрыть пока сделаем значит этот сам амортизатор так поправляем его центр чуть приподнимаем значит теперь пусть большой пока будет сделаем теперь привязку с это risen 3d курсору единицы нам пади добавим значит мэш добавим циркл и попробуем значит каким образом даем зайдем в эдит мод сделаем с уменьшим нашу циркул теперь можно включить мов его чуть-чуть опустить делаем английская щелчок вытягиваем так теперь я еще раз вытягиваем вот эту вот нашу часть вот такая штука у нас получается а теперь значит е еще раз тянем и делаем с можно чуть-чуть вот такую юбку сделать так теперь значит желательно наверное юбку побольше вот так теперь я вытягиваем вот такой вот шатун так теперь значит английская е делаем английскую с сводим ее в центр так ну не сильно да и теперь опять английская е вытягиваем нашу этот шатун ну где-то пусть будет чуть повыше пружина сейчас уменьшится еще так пусть побольше будет вот таким вот образом так теперь что еще хотелось бы сделать не наверное поменьше g или левая кнопка мыши теперь делаем рентген я сделаю вот такую штуку значит английская е делаем сверху с уменьшаем теперь единица нам паде делаем е опускаем вот этот нашу часть чтобы сюда заходил поршень ну и английская а ф закрываем все эти наши детали как есть такое дело первая деталь готово заходим в обзору добавляем это меш опять добавляем цирку как теперь подводим его значит нашу пустоте делаем с делаем е опускаем вниз теперь выбираем вверх весь делаем е вытягиваем как control z тут я скосил вытягиваем повыше делаем английскую е делаем с растягиваем можно опять такую юбку сделать так делаем ее побольше наверно теперь е вытягиваем ее к верху теперь делаем е английская делаем с уменьшаем 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 в центр теперь уменьшаем в центр теперь английская е и вытягиваем к верху вот такая получилась у нас тут тенция ну здесь можно чуть-чуть повыеживаться значит опять же е делаем с английская уменьшаем вытягиваем к верху еще с уменьшаем такую пику делаем да опять же е с делаем сводим ее центр ну и опять же е вытягиваем так делаем теперь английскую а.ф. закрываем все пустоты так прикольно вроде посмотрим что получится так теперь это будет отдельная часть это будет отдельно и пружина будет отдельно значит нам теперь нужно подогнать пружину заходим в кредит мод делаем с уменьшаем опускаем ее до нашей вот этой вот нижней части даже можно сделать еще с так вот чтобы она прям вложилась в эту деталь да и тогда у нас вот эта часть получается слишком большая вот это и сделаем какую штуку так ну просто можно сделать с уменьшить ее да вот таким вот образом все часть это есть и еще что нужно здесь нужна нам площадка мы заходим в edit mode добавляем добавляем допустим 10 ребра тогда еще зажимаем левую кнопку выше подтягиваем поближе вот так вот теперь переключаемся на наш умов выбираем какой-нибудь ребро shift alt так выбираем то полигоны делаем shift alt выбираем вот эти ребра и делаем с ну что-то в таком духе получилось вмятиной спадиной в принципе прикольно да а ну-ка давайте еще больше поставим все нормально так смотрим теперь пружина ложится все ложится нам понадобится теперь сделать рик все это дело завязать на кости и посмотрим что у нас получится так тройка на нампаде можно вот в такой теперь вид поставить делаем шейтер смут сглаживание так давайте назначим какой-нибудь материал ну пусть пружина будет красная да все она назначилась а вот эта штука пусть будет не знаю какая нить темноватая вот ну и это тоже такая же ну пусть вот да есть материал уже готовый пусть будет блестючая так это сильно ого в принципе черный прикольный цвет вот такой пускай будет так вот таким вот образом даем теперь делаем вот это привязываем это origin 3d курсору так пружина привязано это привязано эта штука тоже привязано теперь добавим пустышки наверно mt пайплай с g поднимаем ее вверху и значит на вот эту штуку так вот эту штуку вяжем control p object тогда вот эта штука добавляем копию location и добавляем нашу пустышку так ладно выбираем опять так запчасть заходим в edit mode английская а и опускаем ее вниз так все это дело сделано так теперь object mode выбираем нашу пружину заходим добавляем stretch to добавляем походу нашу пружину она уходит вниз да control z мы ее значит в edit mode английская а поднимаем кверху так и смотрим если сейчас мы будем брать пустышку и водить ее вниз вот все работает все сжимается да все вытягивается control z так а как же на кости так не получилось в принципе можно и кость было ставить но тогда отдельные кости надо наверное сейчас посмотрим еще один вариант сделаем так это нормально так на пружину теперь ставим но вот этот и уменьшаем влияние значит ну скорости вот этой да так единица тройка на нампаде делаем r подгоняем выбираем нашу пустышку и значит так она работает так как-то она работает но сильно может не будет работать но вот эту можно еще значит интенсивность и еще понизить а а ну-ка ctrl z тогда вот эту вот верхнюю часть а ну-ка в edit mode английская а приподнимем выше так заходим в object mode выбираем нашу пустышку и она тут сделаем ей с она тогда увеличивается все привязка прошла и пробуем что-то эта штука прям сильно ух так значит здесь оставляем все нормально а вот этой штуки тогда понижаем да и в edit mode ее поднимаем выше так object mode а ну-ка пробуем ну вот уже все нормально работает вот такая штуки так ладно с этим делом разобрались привязку к машине можно делать на m но я хочу чтобы это все было привязано допустим кости получается тогда или shift а добавляем м еще один такой же пусть побольше будет да или поменьше сделать так выбираем его pay пай так есть такое дело и вот эту нижнюю часть вяжем к ней ctrl p object так и пружину тогда нужно привязать тоже к ней ctrl p keep transform так если мы сейчас вот нижнюю будем вводить то все тоже бы работает и верхнюю пустышку тогда привяжем к нижней ctrl p keep transform и получается такая часть у нас все работает ctrl z но теперь посмотрим сможем ли мы ее переносить все мы сможем ее переносить так теперь все это конечно хорошо все это конечно хорошо но лучше это наверное сделать давайте попробуем теперь сделать что это на кости мы это все сейчас значит выберем сделаем cfd так теперь удаляем вот эти delete опа на ctrl z так смотрим mt1 td z так constrain stretch to удаляем все что настраивалось так удаляем эту поднимаем выше теперь удаляем нашу вот эту пустышку так ctrl z так ctrl выше ее поднимем чтоб найти а теперь delete вот она наша запчасть ставим ее назад так так и вот эту пустышку тоже значит delete возвращаем ее тоже назад надеюсь это не та которая настроена так теперь делаем арматура single bone значит ставим in front так заходим в edit mode английская a r g уложим ее вот сюда другую shift d добавляем на низ в принципе этого должно быть достаточно так теперь вот этой косточке включаем name это будет дом теперь значит вот на эту запчасть вот на эту запчасть значит ставим модификатор так не модификатор constraint copy location и убираем косточку на сюда это будет она без изменений значит будет просто бонг где-то внизу так а ну-ка арматура да да заходим заходим в edit mode и ее таким вот образом подставим назад к нашей косточке так смотрим если выберем мод выберем косточку зайдем в post mode выберем косточку так к ней надо еще привязать эту запчасть по смотр control пи так это будет объект пускай да не хочет control пи object а вот он бонг не выбрала арматура значит это у нас в edit mode и по новой значит так вот на косточке я это еще не цеплял есть такое дело так теперь заходим выбираем нашу значит вот эту вот пружину добавляем constraint stretch to и добавляем target вот эту косточку тоже бонг делаем R так а ну-ка где у нас тут в edit mode английская A R G 3 подставляем нон так тройка на нампаде вроде все нормально будет это поболее как теперь теперь что-то она большая становится да так валом так валом так заходим заходим опять же в edit mode английская а R нужно свернуть ее ну хоть до этого расстояния да теперь заходим в object mode выбираем нашу косточку заходим в post mode если мы выберем кость вот все тянется но тянется конечно не очень хорошо значит тогда мы на эту косточку назад возвращаемся вот эту штукенцию заходим в edit mode делаем R G делаем S придется чуть уменьшить да теперь значит в object mode выбираем нашу вот эту запчасть заходим опять же в edit mode вот мы ее значит поднимаем выше так теперь ей ставим поменьше значит нас вот это влияние так выберем нашу вот эту кнопки так семерка на нам паде бэмс все это выберем привязываем сейчас с цитализм 3d курсором и все у нас вот так разлетается да так control z ладно не будем ничего вязать проверяем нашу косточку значит post mode ну все тоже нормально работает так только он как-то побольше стал ну более такой вытянутый да так теперь если вот эту косточку бон а ну-ка сейчас object mode выбираем пружину и вяжем ее на нижнюю косточку это будет ctrl пи object так нижнюю деталь выбираем на нижнюю косточку это будет ctrl пи object keep transform и значит верхняя часть она у нас привязана да и получается если вот эта косточка так заходим в edit mode и смоем вот эту кость привязываем к этой кости ctrl пи keep all set тогда заходим в object mode выбираем наши кости так зайдем в edit так в edit mode вот эту косточку поднимем повыше object mode она все равно опускается да так ctrl z значит мы ее опустим пониже ну вот уже получше будет тянуть просто не с верхней части а с нижней так заходим в force mode выбираем косточку и в принципе все пружина работает все нормально ctrl z а ну ка выбираем нашу косточку так и нижняя значит работает но нам так не надо нам нужно чтобы вот эта нижняя часть вот вот эта нижняя часть была привязана почему она отвязалась выбираем нижнюю кость сделаем ctrl p пусть будет бом так бом все на обжиг они не идут значит пружину выбираем на косточку и заходим опять же в force mode выбираем нижнюю косточку ctrl p бом вот теперь все должно работать так object mode выбираем косточки заходим в force mode выбираем нижнюю кость все это дело переносится так верхняя часть работает так ctrl z теперь зайдем в object mode и выберем вот эту на m на m как-то она прикольнее работать чем на кости мне кажется так давайте теперь посмотрим так это так object mode alt h возвращаем машину так выбираем нижние вот эти вот m и так уведем ее сюда и косточку тоже уведем с одной стороны поставим на костях попробуем а с другой поставим на получается вот эта штука это одной я могу уменьшать нижней просто к ней все привязано теперь значит h я так скрою пока вот и все наши ненужные детали через shift левая кнопка мыши h теперь на одну сторону мы поставим вот эти амортизаторы так семерка на нампаде уведем их в бок сделаем с ну как-то так да так и вот этот амортизатор нам нужно привязать к ригу вот к этому так эмки вяжем вот эту нижнюю эмки значит на кости постмод выбираем нижнюю что такое что у меня мыша не хочет через shift выбираем empty и значит наш риг заходим в постмод выбираем нижнюю площадку и делаем ctrl-p бомб так теперь если нижняя площадка будет ехать то и амортизатор будет следовать за машиной так object mode то же самое делаем теперь значит как надо было их сначала сдублировать наверное а ну-ка если делаем shift d только копируются empty значит теперь нужно выбрать вот эту все запчасти вот эти так пардонти убираем empty убираем нашу эту запчасть убираем нашу пружину верхнюю часть и вот эту empty верхнюю семерка на нампаде делаем shift так тройка на нампаде и уводим ее на заднюю нашу вот эту часть вот так так и значит что вяжем нашу вот эту штуку вообще-то нужно ее вязать косточки корпуса ну давайте ну давайте попробуем вот эту привязать косточки значит корпуса выбираем нижнюю туки заходим на кости выбираем пост мод выбираем где она вот это у нас площадка вот вот она и делаем ctrl-p бомб так теперь если мы будем ее вводить то у нас поршень тоже ходит нормально да ctrl-z тогда чтобы все нормально было давайте в object node его выберем и уведем прям подальше вот сюда то же самое сделаем с этим значит поршнем так ctrl-z выбираем где у нас тут это вот она и семерка на нампаде где-то значит в машине вот сюда это все уводим ну это далеко и не так близко к колесу так а с другой стороны попробуем вот это поставить все так значит если мы выберем здесь можно сразу разом все уменьшать а ну-ка надеюсь она не ломается нет так делаем shift чтобы их было два выбираем наш вот эту всю штуку и значит ведем на другую сторону так подставляем делаем с размер тоже был одинаковый желательно с одной делать конечно так это значит подгадываем где тут будет где-то вау ну плюс-минус вроде бы похоже да ну и давайте вот этот тоже выберем сделаем с поставим на заднюю часть семерка на нам паде поднимаем ее повыше но этот уже будет больше однозначно надо его уменьшить эти как бы толстоватые выглядят да а вот те которые на костях они как бы мелковатые так это еще нужно потом попробовать вот эти косточки настроить на амортизацию значит ну как движение машины не принципиально но поищу информацию так это информация кстати с канала на который ссылка будет в описании зайдите посмотрите так ну все теперь вяжем вот эти кости значит вот эту кость по идее верхняя кость должна вязаться да давайте попробуем такой вариант значит выбираем нижнюю кость выбираем кости заходим постмод нижняя кость вяжется к площадке вот этой ctrl-p так теперь а верхняя кость вяжется вот к этой площадке ctrl-p бом и получается если сейчас я буду кивать машиной вот вот а у нас значит печаль то какая что у нас значит вот эта площадка она как раз и будет водить вот эти вот наши а ну-ка если мы видите она привязалась не так как надо и получается что вот этот момент сжатия не будет работать этот момент сжатия будет работать только в том случае если мы нижнюю вот эту кость привязываем вот к этому колесу ctrl-p бомб как а это тогда останется площадке так ctrl-z ctrl-z так ну вот это кость должна тогда привязаться а ну-ка если к этой кости ctrl-p бомб тогда мы будем вот так и выбирать и она будет бегать за ней это тоже не есть хорошо значит выбираем косточку и вяжем ее ну только к этой да ctrl-p бомб и получается если мы вот эту кость будем поднимать вверх тогда у нас да амортизатор видите будет работать ctrl-z все с этим делом нормально разобрались давайте вяжем следующую тогда так выбираем кости заходим вот так заходим по смот выбираем значит для нижней кости нижнюю площадку ctrl-p бомб а не опять не то вот цепим к колесу ctrl-p бомб тут другой вопрос а если колесо будет крутиться тогда и амортизатор будет крутиться правильно а ну-ка ctrl-d тоже димка косяка дает так это значит что такое а верхнюю тогда привяжем вот к этой площадке ctrl-p бомб и тогда если мы будем ввести нижнюю площадку они на месте находятся так ну да так вот две настройки разные одна сторона на эмке одна сторона значит на кости ну и давайте что сделаем вот этим костям так object mode вот этим костям и вот этим empty так амки отдельно надо ставить наверное так а ну-ка добавим их ага если с костями я могу зайти в этот post mode то значит с empty походу нужно через сейчас попробуем так rig2 и находим нашу площадка поле пружина которую мы делали в прошлый раз да post mode опять не перешел так и теперь мы это все дело перекручиваем на 90 градусов так теперь подгоняем значит поближе семерка на нам падень так делаем ее побольше в принципе амортизатора есть вот это вот значит наша вот эта замена вот на эту кость в принципе не столь важна так давайте попробуем ее поднять она поднимает она тогда по низам будет установлен так а ну-ка крит крит вот так то будет прикольно снизу будет стоять так и получается так ну-ка я смогу подвести но только будет управлять таким образом так ладно теперь что у нас м кидаем выбираем ты что не не дожимает что так выбираем мки вот эти так и как же теперь ага rig2 post мод а вот этим мки я заменить кости не могу пусто это нет не кости да так вот раз допустим вот эту не тогда вот эти остаются у нас мки а здесь остаются вот эти вот пружины вы можете значит модель будет в этом в группе для скачивания и вы можете значит их по удалять вот эти или с костями оставить или вот эти вот боковые оставить так нужно же теперь м-ки попривязать вот эти выбираем заходим посмотрим я же как-то и должен привязать значит к телу да ctrl-p бон а теперь значит значит нижние нижние вот эти object mode выбираю нижние отдельно опять же выбираю rig захожу по смот и выбираю мои вот эти колеса да ctrl-p бон бон так если теперь мы будем это все двигать а к одному колесу привязалась ctrl-p ладно делаем теперь по одной выбираем выбираем вот эту штуку rig заходим в и перевязываем одну м-ки на одно колесо ctrl-p бон так теперь если мы будем двигать то все адекватно все нормально все на месте ctrl-z нет теперь что нужно потестить значит как они на изгиб вот цемпти видите нормально все это дело сгибается растягивается а вот с костями с костями получается что-то да вот цемпти работает нормально вот видите вот она изгиб все нормально ходит в бок вот она адекватно значит загибается а здесь получается что так если у нас object mode выбираем вот эти кости заходим в post mode выбираем эту косточку вот вот это косточка должна ходить значит то ли она отвязалась а ну-ка ctrl-p bon и получается если вот в таком духе она привязана да все нормально так ну тогда получается получается нижняя кость вот эта должна привязана быть к колесу ctrl-p bon то бишь наверно отвязалась так и получается что стоит так задний еще как-то работает это что-то не хочет а ну-ка ctrl-p bon ну ну да вот вариант с м лучше чем вариант с костями все тоже находится на месте все вроде бы работает так а ну-ка ctrl-p bon так а ну-ка должна вот только нижнюю вяжу вот эту косточку и у меня получается значит открепляется верхняя вот это а ну-ка ctrl-p bon когда вот она работает я не знаю почему все работает но наверное ей не хватает амплитуды что ли а ну-ка ну да она тоже гнется ну не так эффектно как вот главное нижняя стоит мертвая это это получается нам нужно делать не две кости вот эти а одну кость одну и вторую это должны быть разные кости давайте попробуем object mode так если мы выберем вот эти кости зайдем выйдет мод и вот эту нижнюю delete я удалю так развалилась вот видите да shift a добавляем арматура single bone так где она тут находится вот она так это значит g единица на нам паде и попробуем эту косточку значит так так подтянуть и поставить под нашу вот эту штукенцию да сделаем инфронт вот эту штуку вяжем на эту косточку post mode ctrl p bone так теперь значит а вот эту штуку так g подводим назад вот эту штуку теперь выравниваем в edit mode английское a r g так r g так заходим вот находим вот эту запчасть нижнюю и заходим в edit mode английская r тоже тоже ее немножко тут выравниваем так ну плюс-минус чисто для эксперимента да возможно просто лучше оставлять когда на m и так это так делаем r все выравниваем так теперь object mode вот этот наш поршень так r все нормально а о так это кость заводим и убираем вот такую штуку тогда так есть вот эта кость а ну-ка работает арматура бон здесь значит вот вот все тоже самое стоит смотрим что у нас тут если заходим пост мод в принципе работает только нам налаживать теперь и теперь смотрим если вот это все дело выбираем заходим в пост мод нижнюю вяжем к диску ctrl-p бон верхнюю вяжем значит к нашей вот этой мигалке ctrl-p бон ну и в принципе что давайте тестим выбираем наш этот поворотник ну не хочет он так работать как вот работает эмпки вот эти да эмпки работают лучше мягче кости в принципе и тоже неплохо если не приглядываться ну тогда давайте выберем вот так вот раз все это я поубираю так задние оставлю пусть будет настроена таким образом так а вот эту значит удалить надо скопировать а вот эту скопировать так семерка на нампаде делаем шею в д и подставим ее вот сюда так ну ее теперь нужно перевязать почему потому что она привязана к другим значит костям заходим выбираем эмпки выбираем наши вот эти кости заходим перевязываем ее на колесо нижнюю ctrl-p заходим в звук мод выбираем верхнюю значит эмпки через shift выбираем вот эту нашу риг и вот эту верхнюю эмпки вяжем к площадке ctrl-p именно которая управляет поворотом машины то бишь вот это и теперь смотрим что у нас получилось вот у нас теперь все работает хорошо благодаря да так заходим теперь в звук мод делаем alt h возвращаемся это дело конечно это сильно может видно не будет а ну-ка тройка нам падить что у нас там выберем значит наш риг зайдем в post мод и вот эту назад вернем в принципе реально симпатично там работает эта вся штука уже видно у нас значит эти пружины так так ну задние перекрылись конечно да корпусом ну сзади можно их и не ставить удалить а ставить только спереди вот спереди их еще видно а задние тогда можно будет удалить ну вот такая значит штукенция да все всем пока до свидания